прежде чем ты что-то скажешь следующий видос точно про варлоков будет честно а пока ты здесь чтобы узнать о том какие экзоты на титана пользуются спросом какие нужно стараться получить тебе не если ты недавно вернулся или начал играть в игру за титана и как и где эти экзоты использовать так что давай сразу к делу и постараемся коротко как получить экзоты о которых пойдет речь как и любую броню этого типа случайной наградой либо у торговца зура который появляется в игре каждую пятницу и уходит во вторник мы пишем о нем в группе где стоит и что продает так что подпишись чтобы следить за инфой рандомно же получить можно за фарм сумрачного налета на уровне сложности легенда и мастер особенно на неделях когда объявлена двойная награда за их завершение а новые экзоты которые появились после релиза за гранью света можно первый раз выбить только проходя соло затерянные сектора на мастере или легендарном уровне сложности подробнее об этом я рассказывал в отдельном видео первый экзот о котором я хотел бы поговорить медвежьи лапы урса фьюриоса перчатки для средней ветки пустотного подкласса титана когда вы активируете мобильный щит средней ветки весь поглощенный вами урон генерируется в энергию супера вплоть до 90 процентов это невероятно полезный экзот для прохождения грандмастера сумрачного налета или другой сложной командной пве активности кроме того если вы сами себе восстанавливаете супер вы еще и генерируете этой веткой сферы силы для заряда суперов ваших напарников так что тут прям сплошная польза с какой стороны не посмотри использовали этот экзот два года назад в паноптикуме используем этот экзот и сейчас прям на все времена другие перчатки укрепления сайта на уже предназначены для pvp благодаря им ваша классовая способность защитная баррикада та которая повыше будет простреливаться что сделает ее отличной огневой точкой на какое-то время по вам не попасть а вот вы сами из какой-нибудь там снайпы или револьвера накидывать можете очень спокойно минус тут только в том что баррикада заставляет играть вас менее мобильно что конечно не очень хорошо а также баррикада будет менее прочной чем обычная так что особо долго не посидеть но все эти оговорки не мешают титаном брать этот экзот и даже в испытаниях осириса и стрелять из-за своих стенок по невнимательным противникам другой экзот который пожалуй входит в тройку самых популярных для pvp сапоги идущие по дюнам мало того что они увеличат скорость бега титана так они еще и могут быть полноценным оружием играя в pvp было у тебя такое что вдруг умирал из-за какой-то молнии пролетающие сквозь закрытые двери например да ну вот скорее всего это были те самые ноги при беге они накапливают статический заряд а когда вы бьете врага атакой ближнего боя этот заряд высвобождается и наносит урон по окружающим соперникам по цепной реакции для титанов которые вечно несутся сломя голову вперед с дробовиком это отличный выбор электрический подкласс с ударом плечом и погнали некоторые так увлекаются что забывают о том что у них в руках вообще-то оружие есть да кстати и в пве ему тоже найдется место на зачистку толп врагов самое оно ну ладно два экзота подряд на pvp слишком давайте перерыв лучший экзот на титана который я не снимаю в пве практически никогда это кираса падающей звезды нагрудник который появился в игре в прошлом сезоне мгновенно завоевал любовь игроков за огромный бонус к урону от супер атаки средней ветки электрического подкласса на любой фазе урона по боссу этот нагрудник ваше спасение на рейдах на летах аренах конечно вашей команде был бы полезен купол титана для бафа урона но если в команде титанов несколько то можно смело переключаться на среднюю ветку воителя и влетать во врага так что да странно в середине ролика говорить о фактически самом лучшем экзоте но все же следите когда нагрудник можно будет получить в затерянном секторе за соло прохождение и отправляйтесь за добычей он вам точно пригодится и точно понравится еще один новый экзот уже удостаивался отдельного видео на канале путь пылающих шагов сапоги титана которые будут увеличивать урон от оружия за убийство солнечной энергии да еще и увеличивают вашу сопротивляемость замедлению и заморозки от стазиса баф к урону может достигать 35 процентов что фактически позволит вам убивать противников в гарниле за пару выстрелов с какого-нибудь 120 револьвера вроде магматического молота или твердой руки кстати на канале совсем недавно вышел ролик про популярнейшее оружие в пвп если ты ждал чего-то такого но еще не посмотрел то давай исправляйся зацени после этого ролика самое крутое что вам не обязательно использовать именно солнечный подкласс с этим экзотом достаточно просто убивать из солнечного оружия а это опять же фэл винтер и магматический молот самые метовые пушки под пвп теперь наоборот старый но все равно полезный экзот о котором порой незаслуженно мало говорят сердце внутреннего света этот гурдак подволит вам буквально спамить своими способностями гранатами баррикадами и заряженной рукопашкой а также усилит их сделает более дамажистыми ну или в случае баррикад более прочными самое крутое что экзот не завязан на какой-то одной ветке или подклассе вы можете использовать его в пве хоть солнечным титаном хоть с электрическим и в любом случае чувствовать себя комфортно большинство способностей будут восстанавливаться в среднем в два раза быстрее может он и не будет так полезен на рейде как тоже кераса падающей звезды но вот в качестве ежедневного экзота для фарма активностей очень хороший вариант ну и конечно какой же список экзотов на титана без этого шлема одноглазая маска во-первых она ставит метку на врага который осмеливается нанести вам урон а за его убийство повесит на вас щит конечно золотое время отвергнутых когда этот экзот был тупо дисбалансным позади но это не значит что сейчас он бесполезен для быстрых дуэлей один на один в пвп экзот подходит как нельзя лучше вы видите врага а когда наконец одолеете его получите дополнительный щит и будете готовы с уверенностью вступать в бой со следующим врагом переоценить экзот который дает овершилд довольно сложно так что до экзот все еще работает и все еще я могу тебе его рекомендовать я бы очень не хотел затягивать это видео так что пожалуй на этом остановимся конечно есть еще более менее полезные экзоты вроде синтоцепсов которые помогут тебе перебороть в рукопашном бою любого стража есть любимая новичками установка акций но самые популярные и самые важные для новых игроков экзоты я назвал начните сбор вашей коллекции хотя бы с них а остальные уже выпадут вам по мере игры что-то зур принесет что-то просто так дропнется ну а варлокам осталось ждать недолго следующий ролик по экзотам будет ваш чем скорее этот видос наберет 1500 лайков как видос про охотников тем скорее выйдет новый топ а пока спасибо за просмотр и подписку желаю вам поскорее выбить эти экзоты до связи